В упряжке от 8 до 14 собак. Её движение балансирует действия вожака, центральной пары направляющих и рулевых. Питомник «Снежные псы» расположен в пригороде Петропавловска-Камчатского, однако зимой добраться сюда можно только на снегоходах. Вокруг живописная непроходимая глушь. Более 15 лет это место открыто для посещений. За умеренную плату здесь научат управлять упряжкой, нартами и позволят совершить небольшое путешествие. Собаки совершенно разные по характеру. Ты такой славный. Привет, Дим. Это его сестра Дина. Возможно, в чём-то глубинном характеры собак разнятся, но объединяет их приветливость. Кистовые метисы, у них нету какой-либо агрессии. Это не охотничьи собаки, то есть это не охранные собаки. На охрану таких собак не поставишь. Они принесут любимую вещь хозяину. Да, либо любимую вещь хозяину принесут, либо просто-напросто вас соближут. А это вот маломуты. Весьма примечательные ребята. Грузы везут втрое больше, чем обычные ездовые собаки. Килограммов до 60. Могут вырыть трёхметровую яму. Но при этом давнейшие существа. В питомнике живут более 80 собак трёх ездовых пород. Камчатская, Аляскинская и широко известные сибирские хаски. Ради встречи с которыми на Камчатку ежегодно прилетают десятки тысяч туристов. Управляет этим непростым механизмом, в известном смысле, дирижирует оркестром, каюр. В данном случае весьма титулованный. Живая легенда сегодняшней Камчатки, гостеприимный хозяин и многодетный отец Андрей Семашкин. Кто-то рождается с этим, из поколения в поколение предается. С детства общаешься с собаками и видишь, как и запрягают упряжки, сам запрягаешь. Русские сюда пришли, то многие, по крайней мере, из Сибири уже пришли сюда на собаках. Я очень много езжу, с людьми встречаемся. Я определяю состояние села. Если есть там собачки, добрые, хорошие, мордатые, значит, в селе всё хорошо. Если вот вся-то злые такие какие-то, нехорошие, значит, и в селе есть проблемы. А на севере человек без общения с животными вообще жить не может. Так природа устроена. Это очень важно. 21 век не изменил отношение к ездовым собакам. Удивительным животным, способным пробегать в день более 100 километров, спать на 50-градусном морозе, перевозить тяжёлые грузы, подолгу голодать, сохраняя преданность человеку. Что жителями суровых районов ценилось всегда. Они их не очеловечивают, они просто относятся к ним с уважением, как к личности, как к животному. И у них очень хорошая и счастливая собачья жизнь. Вы думаете, почему они кричат? Они хотят бежать. Меня, меня, возьми меня. Камчатка – край снежный. Осадков здесь выпадает больше, чем в любой другой части России. Однако случается от непростого климата и пользы. Горнолыжный комплекс «Эдельвейс» – один из старейших в регионе. Супруги Аграновские создавали его в конце 50-х годов, когда свитер, борода, гитара и романы Хемингуэя были такой же неотъемлемой частью жизни, как и походы в горы. Государство официально поочеряло занятия альпинизмом. За это даже полагались преференции. Цель достигнута. Высота 4850 метров над уровнем моря. В свои 87 лет Людмила Семеновна по-прежнему несет тренерскую вахту. Невозможно отправить на пенсию первую в СССР женщину, получившую звание «Снежный барс» за покорение всех семитысячников страны. Такая плечики опусти. Ховать олимпийские кадры она начала, когда и детских горных лыж-то не было. А в качестве амуниции предлагались валенки. Мы собирали лыжи, которые были сломанные. Мы их отпиливали, видите. Привинченные саморезами галуши. Конечно. Вот с этого начинали кататься маленькие дети. А тогда, когда уже мы начали работать, тогда страна закупила первую лыжу, которая называется «Пампарова». Среди ее воспитанниц – выдающаяся горнолыжница Варвара Зеленская. Но спорт высоких достижений Людмила Аграновская не отделяет от занятий с детьми, иным из которых нет и трех лет. Самое главное – оздоровить их и научить спускаться с горы. Они иногда поют, они от этого получают удовольствие. Вы так говорите, оздоровить? Да, сейчас дети двигательно больные. Я могу это сказать сто процентов. Все с компьютерами, все с телефонами, с мосфонами. И они сидят. Родившись в Москве, образование получив в Ленинграде, Камчатку Аграновская, мечтавшая о тренерской работе, выбрала осознанно. Снег есть, есть. Высшие учебные заведения есть, есть. Достаточно для того, чтобы вырастить спортсмена. И вот это все то, что вы видите, вот это все выстроили дети, родители, альпинисты. И здесь была улица. В итоге родилась династия. В работе Людмиле Семеновне помогают дочь и внук, продолжающие традиции сердобольного подхода к воспитанию. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы родители дали им немножко простора. Их очень загрузили. Тяжелая программа в школах. Как же этот бедный ребенок? Он ходит на каратэ, он ходит на дополнительный английский. Еще плавать он ходит, бедный, несчастный. А когда он приходит сюда, он уже ничего не хочет. У него ни сил, ничего нет. Поэтому у нас на базе такая система. Мы не выгоняем. Хотите, занимайтесь, потерпим. Но не все так просто. С одной стороны, солнце, белоснежные склоны, чистый воздух. С другой стороны, город требует к себе уважения. С точки зрения сейсмической, Камчатка район не самый спокойный. Одна из лучших геофизических служб страны. Почти ежедневно здесь фиксируют слабые толчки, которые способны уловить только чувствительные приборы. Однако с 1737 года на Камчатке периодически отмечают 9-ти бальные землетрясения. И местных жителей это, образно говоря, держат в тонусе. Вот землетрясения боятся люди. И здесь, скажем так, нельзя их осуждать за это. То есть это страх такой, иррациональный. К нему и привыкнуть невозможно. А вот извержений вулканов на Камчатке пугаться не принято. Хотя ученые такого благодушия не разделяют. Вачинский вулкан, он исключительно опасен для города. А он вот в данный момент, вот я вам говорю, готовится к извержению. Я поднимался туда практически каждый год. И даже просто глазом видны изменения в кратере такие угрожающие. Там даже не нужно ходить с термометром, чтобы понимать, что он разогревается. Следят за вулканами в режиме онлайн. Однако дается это весьма непросто. По сложности наблюдений на вулканах, вы посмотрите в окно, вот они рядом. Но если поставить там на высоте 2000 метров станцию, там обеспечить ее питанием, автономным связью, сейчас же всех интересует реальное время. По сложности, как на Луне. Нам сейчас что вертолет, что космический корабль одновременно недоступно. К слову, единственный в стране музей вулканов находится тоже в Петропавловске-Камчатском. И на то есть весомые причины. На Земле много вулканов. Это реально вулканическая планета. Но Камчатка, чем интересно, каждый десятый вулкан мира извергается здесь, на Камчатке. Это 10% всей вулканической активности. 30 действующих, не менее 300 потухших вулканов. 8 видны в хорошую погоду из города. 5 из них за непосредственную близость называют домашними. С 1996 года вулканы Камчатки входят в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Исландии, в Америке. Вы можете найти определенные типы вулканов, то на Камчатке вы можете найти все эти типы. Собранные на очень небольшой территории, ненаселенные. Это означает, что они вольны извергаться, лить лаву. Мы можем это спокойно наблюдать, изучать, исследовать и не бояться, что при этом пострадает целый город. Романтика. Невероятная романтика, которая, в конце концов, оставляет здесь навсегда. И сердце, и мысли. И когда мы ждем извержений, и у нас есть тост, да пошлет нам Бог кошмарное извержение, мы очень искренне в том, что мы хотим, чтобы оно было как можно ярче, как можно необычнее, чтобы полсклона всползло, и мы наконец-то увидели внутренности вулкана. На Камчатке это можно себе позволить. Это не Япония, где все вокруг заселено. Случается, газопепловая колонна поднимается на высоту 13 километров, а двухметровые раскаленные обломки взлетают на 2,5 километра. Как это было в 1994 году во время извержения Ключевского вулкана. Здесь, в районах активного вулканизма, на Камчатке, мы можем это видеть. Мы, конечно, об этом рассказываем несколько шутливо, пускаем облака. Но когда мы видим вот этот вот пар, выходящий из кратера вулкана, мы можем поприветствовать новые облака, которых в небе еще не было. Это облака, которые превратятся в снег, в дождь, в ручьи, втекут в мировой океан. Но сложный рельеф в сочетании с обильными снегопадами порождает и другую проблему. Гранусы 0,30. Петропавловск-Камчатский находится в лавиноопасной зоне. Потому наблюдение за состоянием склонов не прерывается ни на день. Специалисты противоловинного центра регулярно зондируют снежный покров в разных районах Петропавловска. И даже для них, профессионально оценивающих риски, очевиден ответ на вопрос, почему город был основан именно здесь, в не самых простых условиях. Изначально формировалось как форпоз. Форпоз привязался именно к очень удобной бухте. И с этим все связано. И дальнейшее развитие, например, во время Второй мировой войны, когда ленд-лист проходил, большей частью даже не через Мурманск, а через Камчатку. Люди здесь живут, будут жить, также будут охранять свои рубежи. Этот неслучайный выбор места вынуждает строить на Камчатке основательно и сугубо утилитарно. Высотные дома стали появляться только в последнее время, благодаря новейшим технологиям. В основной массе это четырех- и пятиэтажки. Сегодня наиболее популярно строительство каркасных домов из металлического профиля. Ее широко применяют уже скандинавские страны. Очень много в Сибири у нас, где морозы посерьезнее, чем у нас. Канада, Аляска, Япония, Турция. У нас же еще сейсмически опасная зона. У нас трясет Камчатка, пока что недели, буквально там несколько недель назад было, 3-4 балла. Ценители старины на Камчатке увидят немногое. Из монументальных строений только здание суда, неоклассика середины 20 века. Словом, архитектурного разнообразия в Петропавловске не найти. Но есть одна номинация, в которой столицы края вчистую побеждают крупные города России. Это работа коммунальных дорожных служб, их умение обращаться со снегом. Необходимо, однако, уточнить, победы эти локальные, главным образом в центре города. На окраинах, особенно в горной части, нередки двухметровые сугробы. Но ведь и работать местным коммунальщикам приходится в условиях экстремальных. Порой за одни сутки выпадает месячная норма снега. Долгая снежная зима побуждает к творчеству, которое в этих краях трепетно ценимо. Вот эта гигантская полусфера, строящаяся здание театра кукол, поскольку нынешние уже не способны вместить всех желающих. Вот она, зрительская любовь. Зиновий Кужелев, один из основателей театра, приехавший сюда в 80-м году из Ленинграда, обрел на новом месте статус камчатского Карабаса-Барабаса. Разумеется, доброго. И за 40 лет, что называется, прирос, став неотъемлемой частью городского пейзажа. Благословенная земля в Камчатке. Я знаю много народу за 40 лет. Многие уезжали, думают, вот мы уедем на Материк и будем там счастливы. И возвращались. Проходит 2-3 года, они там не могут не пережиться, ничего, возвращаются на Камчатку. Здесь особый уклад. Ты все время ощущаешь себя в этой природе, частью этого всего. Тем, кто это осознает, природа платит взаимностью. Будучи музеем под открытым небом, Камчатка дарит даже инопланетные экспонаты. Вот это Сахатыолинский метеорит. Откуда знаете? Среднеспециальное образование, вертолетчик. Владимир Сушко, бывший вертолетчик, обрел на пенсии второе ремесло, занявшись производством пареньских ножей. Традиционно их изготавливали в корягском селе Парень. Но усилиями энтузиастов мало кому известный нож стремительно превратился в камчатский бренд. И это побудило Сушко двигаться дальше, создавать город мастеров. Основная задача сохранить то, что делали когда-то, и научить других, чтобы это не забыто было. Вот это погребельный колчан. Вот когда коряки... Прощаются с умершим? Да. Вот это подшейный волос. Вот это делают 2-3 мастерицы на северах. Проект в том числе воспитательный, адресованный младшему поколению. Сын фронтовика и опытный авиатор, Сушко убежден, что легких времен не бывает. Как, впрочем, не бывает и повода для уныния. Деньги лежат под ногами везде. Ногнись и подними. Деньги зачем нужны? Во, плащение, еще чего-то. Они работают на тебя. Мы виноваты в этом, родители. Мой ты хороший, вот тебе на. И он отвечает с работой. Словом, расслабляться на Камчатке не принято. И эта энергия позволяет достигать ощутимых результатов. В 90-е годы, когда приходилось туго, местные женщины стали торговать на трассе пирожками. И так это дело раскрутили, что возник модный региональный продукт. Сегодня в Сокочи тянутся вереницы автомобилей. Приезжают даже из дальних районов Камчатки. Ради тех самых пирожков, что 20 лет назад возникли как жест отчаяния домашних кулинаров. Мы здесь проживали с коробушечками на улице, на морозе торговали. Тяжело, да? Очень тяжело. Вы сами стояли у плиты? Стояла. И сейчас стою, когда болеют работники. Бывает, что выхожу и работаю вместе со всеми. А это вновь Петропавловск. Максим, некогда популярный на Камчатке шоумен и радиоведущий, также повел себя как пассионарный пекарь. И преуспел. Решив производить исключительно бездрожжевую выпечку, он тут же обрел верную клиентуру. Сторонников здорового питания. Хотя родилась идея экспромтом. А давай попробуем. Да давай. Мы написали бизнес-план, отнесли в фонд поддержки предпринимательства. И как-то очень быстро нам сказали, да, ребята, круто, давайте, все, вот вам деньги. Давайте, счет на оборудование. И все, обратного пути не было. Купили оборудование. Уже три года делаем хлеб. Камчатку вообще принято ассоциировать с темой вкусной еды. Прежде всего с обилием морепродуктов. Морская акватория, прилегающая к территории края, крупнейший промысловый район в дальневосточном регионе. На дне Тихого океана бескрайние витаминные заросли. Рыбная промышленность составляет более 55% общего производства и 90% экспортного потенциала края. За последние годы здесь построено 15 высокотехнологичных перерабатывающих заводов, что создало 2000 рабочих мест. Ежегодно на Камчатке добывается пятая часть всех российских уловов. Один миллион тонн лосося, ментая, трески, палтуса, крабов. Но не в деликатесах дело. Два соседних региона земли, Аляска и Камчатка, биологически существуют за счет колоссальных запасов лососевых. Красной рыбы в просторечии. Веками и с года в год повторяется этот жертвенный ритуал. Из океана рыба приходит на нерест, поднимается на абсолютно чуждый ей континент и становится пищей для живущих здесь людей, обитающих здесь зверей и птиц, образует плодородные почвы. Без нее здесь все было бы иначе. К слову, и деликатесов тоже не было бы. Вопрос, что предложить в меню, перед местными рестораторами не стоит. На наших глазах Илья Афанасьев приготовил полноценный обед исключительно из региональных морепродуктов. Правда, однако, и в том, что большая их часть уходит за пределы края. Но и на Камчатке при этом остается немало. Синикор и палатус достатки, треска особенно, ярусного лова. Она получается сочная, потому что ее в страулерах не сдавливают. То есть в траулерах ее прям сжимают так сильно, и из нее выходят все соки. А эту конкретно вылавливают и упаковывают так в филешки. И они получаются сочные. Море, горы, хаски, атмосфера единения с природой. Таков готовый бизнес-план для освоения дальневосточного гектара. Дарья Познякова, впрочем, не собиралась на этом зарабатывать. Задача была пристроить своих лошадей. В итоге получили три гектара на всю семью. И оказалось, что это бизнес под ключ. Теперь круглый год принимают туристов. Заходите. Сейчас погремимся немножко перед прогулочкой. Мы искали дачные участки заброшенные. Были некоторые варианты. И когда узнали про программу дальневосточного гектара, это мне моя родственница сказала. Если честно, очень скептически к этому отнеслась. Потом муж прочитал, говорит, давай попробуем. У вас не было никаких проблем оформленческого характера? Нет. Все очень быстро оформили. В течение месяца нам дали ответ. И получили документы вообще без всяких проблем. То есть никаких дополнительных оплат не было. Через госуслуги подали заявление. Все стандартно. Все стандартно. Все как рассказывают, так есть. Предприимчивость на Камчатке не отменяет бескорыстие. Город Елизово. Подростковый центр патриот. Для того, чтобы замерить давление или накачать, мы должны поставить вот этот носик в камеру. Более 30 лет руководит центром Александр Беликов. Столько же за это время у него было выпуска. Сотни камчатских подростков участвовали в поисковых операциях, поднимая останки советских самолетов времен войны с Японией. Обучались слесарному делу, восстанавливали ретро-технику и собирали рабочие модели баги. Беликов даже вел в клубе мораторий на пользование смартфонами. Но в итоге стороны пришли к компромиссу. Я говорю, ребята, нам нужно найти материал конкретно. Чертежи, описание, год выпуска, все, модификации. Работали все. Мы полгода, терабайты информации перелопатили. Не выходя за пределы мастерской, все открывают гаджеты и пошла работа. Это тоже очень большой плюс. Говорит, Москва в столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, ну и так дальше до финальной коды в Петропавловске и Камчатском полночь. Вся страна знала, когда в Москве 3 часа дня, на Камчатке 12 ночи. Ну и в целом бытовал такой ночной образ. Новый год в Калининграде начинали отмечать по камчатскому времени. Заезжай! Нам же повезло быть свидетелями рождения принципиально новой традиции. Орудия заряжены! Петропавловск предъявляет свои права на полдень. Огонь! И делает это весьма убедительно, звучно. Традиция полуденного выстрела существует также во Владивостоке и Красноярске, но родословную свою ведет от Нарышкина-Бастиона Петропавловской крепости. И вот теперь, укоренившись в городе святых первоверховных апостолов, история завершила оборону. Из западного морского города традиция пришла в морской город на востоке, где океан для местных жителей – естественное продолжение суши. С недавних пор он обитаем даже зимой, когда в 20-ти градусный мороз снежные сугробы заканчиваются у самой кромки относительно теплой и очень соленой воды. Одна из последних камчатских новаций – зимний серфинг. Бил это по-настоящему, видел, как это делают в других странах, там на Аляске, в Ирландии, Исландии. В холодных ходах? Да, да, именно в холодных. И именно зимой зимний серфинг – это тренд по всему миру. Ты проверяешь себя, закаляешь свой организм, дух. Сейчас, думаю, без этого уже жить не можем. Пройдет какое-то время. И Камчатка способна будет принимать, ну, больше миллиона человек, это точно. За последние годы поток вырос с 50 тысяч до 250 в прошлом году. На улице появились люди с рюкзаками. Стал формироваться сегмент для среднего такого туриста, который, правда, приехал просто посмотреть. И бизнес сегодня это понимает и в этом направлении работает. А учитывая освоение Севмор-пути, я говорю, время Камчатки пришло. Но если зимний серфинг только набирает обороты, то гонка на собачьих упряжках Берингия давно уже стала центром притяжения для сотен хаюров со всей России и даже зарубежных. В большинстве регионов Российской Федерации есть такой праздник, ожиданием которого живут весь год. Где-то это Сабантуй, где-то Сагаалган – Новый год по лунному календарю. В Петербурге, к примеру, это белые ночи и алые паруса. А вот на Камчатке это масштабный северный фестиваль Берингия. Потому что немыслим март без гонки на собачьих упряжках. Более четверти века назад, в 1991 году, Берингия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная гонка в мире. Ее маршрут составил 1980 километров, а через год он превысил 2000. Для Камчатки это не только соревнования, но и общая коммуникация, праздник и гуманитарная помощь детям, которые в труднодоступные районы везут каюры. Это странное место Камчатка, сказано у Цоя о кочегарке на задворках Ленинграда, что впрямую отсылает к последней школьной партии, но с трудом увязывается с тем самым местом, где Россия не заканчивается, а вместе с восходом солнца начинается. С краем красной икры, черного песка, белого снега и не до конца до оцененного потенциала. Я думал, ну хорошо, я перееду в город, ну ладно, сяду я где-то в офисе, ну буду ходить там по массаже и так далее. Это нереально. Здесь и семья, и дети, и лес, и все воспитываются в этом. Я вижу, что насколько это все гармонично, правильно. Хоть и бывает, конечно, сложно, что-то не хватает, но тем не менее мы на это не сетуем. Цоя, великий музыкант. Это связано с Камчаткой. Последняя парта, это не всегда плохо. На последних партах выросли замечательные люди, я совершенно в этом уверен, их много. Камчатка, Камчаточка, это совершенно удивительное, замечательное место, люди здесь хорошие. Я родился здесь, я вырос здесь, я впитал вибрацию этой земли, я местный, и я общаюсь с такими же местами. Мне хорошо, мне неприятно с ними, мне это место греет, помогает. Здесь, на Камчатке, мы ощущаем границу между океаном, материком, между подземным миром и надземным миром. Можно убедиться в горячей источнике, в обрушившейся горе, убедиться в том, что эта граница существует, она живет. Поэтому это край, он всегда будет таким. И когда задают вопрос, а может ли Камчатка отделиться от России и уплыть в Америке, край, это то, что неотъемлемая часть чего-то целого.